Всем привет! Сегодня я отправляюсь в путешествие по Северной Европе. Начинаю я его с Хельсинки и отправляюсь из Хельсинки в Стокгольм на пароме вместе с автомобилем. Отправляюсь я на пароме Силия-Сиренада от компании Таллинг Силия. Таллинг Силия я уже ездила ранее и даже несколько видео выкладывала, но конкретно на данном пароме на Силия-Сиренада я еще ни разу не была. Поэтому покажу его сегодня вам. И, кстати, есть такой небольшой лайфхак, как можно достать билетик бесплатно. Если вы часто ездите на данных паромах, то вы можете вступить в клуб и получать достаточно большие скидки. И дополнительно еще копить баллы. И если вы катаетесь все-таки больше 3-4 раз, вы можете накопить на билетик бесплатно. Ну, правда, каюта будет, конечно, не очень. Сегодня я вам покажу каюту С-класса. Это каюта без окна, без телевизора. Самая простая, ну, практически самая простая. Есть еще каюта С-2 класса. Это как раз где кровати расположены друг под другом. Но это не мой случай, поэтому сегодня вам все покажу. И у меня еще забронировал дополнительно буфет. Его я также вам сегодня покажу. Ужин и завтрак. Погнали! Вот как выглядит парковка на пароме. Ну все, пошли к палубам. У меня каюта 2-0-0-8. Это каюта С-класса, без окна. Сейчас я вам покажу, что там внутри. Так. С обхода нас встречает вот такой столик. В каюте С-класса фен есть. Есть две вот такие розеточки. И выключатели. Также есть телефон. Куча различных проспектов. Маленький пуфик. Мусорное ведро. И вот, собственно, как выглядит сама каюта С-класса. Эта каюта рассчитана на 4-х человек. Но, в принципе, тут могут и двое бронировать. Я забронировала на двоих. Окна, естественно, нет, шторки нет. Но вещи есть куда повесить. И есть вот такая вот лесенка. Если вы, например, как-то боитесь, что не заберетесь, по этой лесенке можно забраться. Что касается мягкости кроватей. Ну, в принципе, достаточно неплохо. Я бы не сказала, что чем-то отличается от каюты B-класса. Так, посмотрим, что у нас за уборная. Уборная традиционная. Стоит унитаз. Есть дополнительные еще, кстати, стаканчики. Мыльца. И вот же шторочка. И такой небольшой душ. В принципе, достаточно комфортно, удобно. Особо от B-класса оно ничем не отличается. Да, кстати, если вы бронируете каюту C-класса для четырех пассажиров, то одному из верхних пассажиров дополнительно повезет, потому что здесь есть еще одна запасная розеточка как раз над верхней кроватью. Также для пассажиров, которые находятся сверху, есть вот такие замечательные выключатели, чтобы можно было погасить свет не только снизу, но и сверху. А между кроватями тут целый кладезь розеток. Тут целых четыре штуки. Поэтому незаряженными устройствами, я думаю, не останутся. Из интересного, на 12-й палубе здесь расположен Сандес, куда можно выйти. На 8-й палубе расположен ночной клуб Атлантис вместе с казино. На 7-м этаже будет происходить вся движуха, потому что здесь променад как раз находится. Разные магазины, гид-шопы. И на 6-м этаже Tax-Free Super Store и Гранде Буфет. Самый движняк здесь всегда происходит как раз на 7-й палубе, поэтому сейчас я покажу вам променад. И вот она, мекка для шопоголиков, променад. Здесь достаточно много разных интересных игрушечек как раз для детей. Вот такой бегемотик стоит по цене почти 17 евро. Здесь находится стойка информации. Кстати, если вдруг вас будет мучить морская болезнь, здесь также на стойке информации можно купить таблеточку от укачивания. Но лучше, конечно, этими таблетками запастись заранее. Магазины различных подарков. Целая доска магнитиков. Если вы не хотите питаться в Гранде Буфете, а, например, хотите чего-то более интересного, вы можете пойти здесь в рестораны. Но учитывайте, что цена, конечно, на блюдо будет немножко повыше. Здесь также на шестом этаже есть итальянский ресторан. Кстати, тут появилась очень интересная вещь. Здесь теперь можно арендовать целый небольшой холодильничек. Это удовольствие стоит 2 евро. И, например, если вы купили какую-то рыбку, вы можете ее сюда положить, чтобы она не испортилась. Здесь будет проходить вечерняя программа. Как раз рядышком расположен бар. Сейчас смотрю и вспоминаю Силья Симфони. Этот корабль, он практически прямая копия. По примерному меню сейчас я вас сориентирую. Тут как раз вот на столике все есть. Ну вот, например, по коктейлям. Сухой мартини стоит 8 евро. Аперол спритс тоже 8 евро. Например, безалкогольные коктейльчики стоят 4,90. И 5 евро соответственно. Здесь достаточно обширная зона казино. Вот так выглядит Сандек летом. Это местечко, где можно посидеть. Можно, например, купить какие-то напитки, отдохнуть. И все это на свежем воздухе. И здесь летом на Сандека открыт небольшой бар, где вы можете купить алкогольные и безалкогольные напитки. Здесь как раз рядом Сандек с 13 до 22 открыта небольшая детская зона. Вот такой гигантский супер-стор Tax-Free. Что мне больше всего нравится в таких магазинчиках, это то, что здесь есть всякие уменьшенные копии косметики. Здесь есть вот такие вот бесплатные таблерончики, которые можно попробовать. Клево! Какой чупа-чупс! Он прямо как моя рука. А теперь покажу, чем здесь кормят в Гранде Буфете. А вот и уголок жира на заднице. Картошка-прим. Различные маленькие блинчики, оладушки. Ну что ж, всем доброе утро. И сейчас я отправляюсь на завтрак опять в Гранде Буфет. Погнали! Сейчас покажу, чем кормят. На завтрак здесь дают булочки, различные кексики. Для любителей овощей здесь есть салат. Здесь также есть и йогурты. Завтрак также дают соки. Опять апельсиновые, яблочные и молочко. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось это видео или оно было вам полезным, обязательно ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. А приключения продолжаются. Субтитры сделал DimaTorzok